Мы считаем, что сейчас подростки закрыты для общения, и часто данная проблема возникает в детстве, потому что детям не хватает внимания. Мы команда PlayDates приехали в детский садик, чтобы поразвлекаться с детьми. А зачем мы это делаем? Чтобы дети в будущем были более открытыми, не такими, как сейчас подростки. Были более социализированными и умели коммуницировать с другими людьми. А также спросить, взять интервью некоторых из учителей и директоров, что они думают по поводу общения у детей. У нас все получится. Меня зовут Элиан. Очень красиво. Элиан. Элиан. Я Алина, Атур. Юра. Полина. Марина. Спокойной. Спокойной. Очень приятный. Вы гонялки, что ли? Гонялки, педитики. Да. А кто в спрятке? В спрятке? Спрятаться. А вы не убежите? Нет. Нет. Мы на площадке будем всегда. Мы всегда на нашу. Давайте. Будем убегать. В спрятке-догонялка, да? Да. Пойдем. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кто не спрятался, я не виноват. Где же деревьев? Где же деревьев? Папа! Папа! За елочкой! А как вы считаете, открыта ли молодежь для общения? А в какой-то степени да, в какой-то степени нет. Например, мое поколение. Мы были более общительны, и не было такой замкнутости. Это все вот гаджеты. Они мало общаются. Мы все общались на улице. Знакомились, разговаривали, ставили свою речь. Любому подростку, чем старшему становится, сложнее найти контакт и общение. Со сверстниками даже. Ну все. Я их себя прощаю. Веченька! Мы считаем, что главная проблема исходит из детства. То есть то, что родители не уделяют время. Меньше общаются с детьми, да. Я понимаю, что родители работают, конечно. Но даже когда они забирают ребят домой, родители готовят, например, или там тоже устали, отдыхают. А ребята заняты компьютером или телефоном, смотрят мультфильмы. Минучку поближе. Поближе. Раз, два, три. Тебе нравятся все игры, которые мы придумали? Да. Какая тебе игра сегодня больше всего понравилась? Братки-догонялки. Братки-догонялки. Раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Морская фигура на месте замри. Что можно сделать, чтобы молодежь была более открытой? Во-первых, конечно, нужно относиться уважительно. Не показывать свое превосходство. Молодежь должна знать, что ты старше, опытнее, но не указывать постоянно на ошибки. Ты еще молодой, ты глупый, ты не знаешь. Вот я такая умная, взрослая, я пожила, и я тебя научусь о жизни. Нет, какие-то вот границы должны быть между взрослым и ребенком, да, и даже подростками. Но все равно должны взрослые учитывать интересы и очень уважительно относиться. Что для ребенка важно? Это чувство безопасности. Вот этот тур в Алисио Сатунна. Решение как раз совместное проекто. И больше общаться с ребенком за своим. Можешь, пожалуйста, рассказать про свой рисунок? Ну, мне просто нравится один парень. Ну, я не знаю. И я всегда любила его. И мы с ним даже подружились с самого, когда я родилась. Мы уже с ним были знакомы. Раньше я была очень закрытым ребенком. Я мало с кем общалась. То есть у меня не было, наверное, так много знакомств, как есть сейчас. Но в какой-то момент я просто решила, что пора что-то делать. Пора общаться с людьми, перебарывать себя, выходить из зоны комфорта. Так что я бы хотела дать совет всем, что не надо чего-то бояться. Просто вы живете один раз. Знакомьтесь с кем вы хотите. Не знаю, там, не бойтесь, в общем. Я пришел сюда развлекать изначально детей, но эти дети меня развлекали в итоге. Мне с ними было очень весело. Жалко, что нам надо уходить. Ну, мне очень понравилось сегодня, и дети были очень классные. Мне сначала было страшно, вот вчера, когда мы ехали, а потом все было нормально. Мне понравилось очень. Я немножко побавился, что меня не примут дети. Но все хорошо, меня дети приняли таким, какой я есть. Гасси!